Которые совершенно очевидно комбинируют движение по окружности и движение по прямой, то есть равномерное движение, то, что мы называли. Что мы имеем? Стартуя с точки А, спортсмен движется равноускоренно до точки В, после которой модуль скорости спортсмена остается постоянным, вплоть до точки С. Ну, фактически это формула 1. А, это старт, он втопил, разгонялся до точки В, а дальше поворот, и там, значит, он этот поворот с постоянной скоростью проходит. Значит, и спрашивается, во сколько раз время, затраченное спортсменом на участок ВС, больше, чем на участок АВ, если модуль ускорения на обоих участках одинаков? Траектория ВС, полуокружность. Значит, ну, давай запишем, как водится. Дано, это задачка с оформлением, я вот ее оформляю, как на ЕГЭ. Значит, так, 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 значит, ну, слово полуокружность я описать не буду. А1 равно А2. Модуль тоже так вот не пишу. И мне нужно найти Т1, во сколько раз время на участок ВС, это Т2 на самом деле, Т2 к Т1. Вот мне нужно это число найти. То есть у меня получается вот здесь, на этом участке, у меня А1, и он проходит его за время Т1, а вот здесь А2 и за время Т2. И видишь, у меня на самом деле никаких данных нет вообще. И это тот случай, когда я, например, в таких случаях говорю, вот ты можешь выбрать, если все очевидно, прямо удобные цифры. Но в данном случае у меня даже это не особо получается. Значит, хорошо, пишем, что мы знаем про участок АВ. Продиктуй, пожалуйста, формулу, которую мы тут вот будем использовать. То есть мне нужно связать длину участка АВ, наверное, со временем. Ну, давай две формулы. На самом деле, наверное, мне две формулы-то и не понадобятся здесь. Пока я не знаю. Запишу все, что могу на участке АВ. Я все равно ничего не знаю, в буквах буду обозначать. Значит, вот если длина этого участка С, а у этого будет Л тогда. Вот так. Вот С. Как посчитать? Как посчитать С? Что мы знаем? Ты правильно, кажется, ты диктуй давай. Хорошо, можно, например, давай ее напишем. В2 в квадрате минус В1 в квадрате разделить на 2, только уже А1. Замечательно. А чему у меня эти скорости равны? Вот В1, если сказано стартуя. О, В1 равно нулю. Вот видишь, это такой хитрый момент, когда мы вот это делаем. А В2, получается, что мне особо вот этот вот В2 не нужен. Я просто могу написать просто В. То есть, я могу написать тогда В квадрат, деленное на 2А1. Потому что это скорость, которую он достиг к концу. И с этой же скоростью он ехал по участку ВС. Значит, по участку ВС, что я могу сказать? Во-первых, длина этого участка, вот если здесь радиус R и здесь R, это полокружности. То есть, получается 2πr пополам. То есть, это просто πr. πr. А, собственно, как у меня модуль скорости не меняется на участке ВС? Значит, ну, соответственно, давай напишем единственную формулу, которая нам здесь доступна. Это, соответственно, вот это ВС, с которой он проходит этот участок. То есть, вот здесь вот он до ВС разогнался, и дальше он с этой скоростью проходит. Это В на... И вот это уже Т2. Это время второго участка. То есть, на самом деле, на втором участке я прям сразу записал, значит, вот эту формулу. Мне же нужно в итоге находить отношение Т1-Т2. Т2 у меня уже есть. Вот твоя формула, ну, конечно, и правильно абсолютно. Но только единственный ее недостаток, что здесь есть только длина отрезка, А мы... Да что ж такое-то? А мы ничего не знаем про эту длину. Мы не знаем там про соотношение... Значит... Так... Да, седа... Седа минут через 10 сделаю. Так, гадский мальчик потерял задание. Давай возвращаемся к участку АБ. Нам нужно, чтобы туда время входило. Значит, это мы можем две формулы. Написать, С равняется... Ну, раз у нас Х0 равно 0, В0 тоже равно 0. Просто А1 Т в квадрате пополам. Причем Т1 еще. Либо мы можем записать... Вот, правда, с длиной отрезка это не связывает, но зато это вот с этой скоростью связывает. Продиктуй, пожалуйста, связь вот этой конечной скорости В, ускорения А1 и времени на участке Т1. Вот это вот. Ну, для скорости. Скорость, скажи, пожалуйста, как будет. Ну, вот помнишь, вот эту... Смотри. Как только мы... Какие-то у нас траблы, мы вообще не должны сильно страдать. Мы страдать должны там, где надо. Смотри, какой у нас есть формула. Можешь ее адаптировать в данном случае. Вот это. В равняется В0 плюс АТ. Я не подвергаю сомнению, что ты ее знаешь. Здесь адаптируй ее, пожалуйста. Адаптируй ее, пожалуйста, для этого случая. Так, подожди. Ты про это забудь, про ВС. У тебя пока участок АВ вот здесь. Вначале скорость мы сказали... Смотри. Вначале мы сказали, что скорость равна нулю. То есть, получается, вот эта скорость... Давай, мы прямо ее перепишем. В нулевое плюс АТ. Значит, раз В равно нулю, то здесь будет ноль. Теперь наше ускорение это А1. Скорость в конце мы обозначили просто как В. Прямо тут так уже написано. Значит, у меня А1, а время на первом участке у меня Т1. Вот все, что нужно. В равняется А1 Т1. Все. То есть, понимание, что скорость начальную у тебя равна нулю, оно тебе пришло, когда ты... Ну, ты уже это понял. Когда мы сказали, что такое стартуя. Значит, получается, вот такая вот штука. Тогда... Значит, тогда, тогда, тогда... Так. Что нам еще-то дано? Получается, что... Т1 вот... Смотри, что мы можем сказать. На самом деле, модуль ускорения в обоих случаях одинаков. Значит, вот А1 равно А2. Вот у нас дано написано. Я это уже успел забыть. Значит, теперь в первом у нас модуль ускорения никак, ни в каких формулах не участвует больше. А во втором, как мы можем... Вот что нам осталось сделать? Сообрази теперь ты. Вот как нам использовать... Значит, вопрос звучит так. Просто сообрази. Это абстрактный вопрос. Я немножко его конкретизирую. Сообрази, пожалуйста, как нам использовать... Вот А1 у нас уже есть. Вот как мы выразить должны А2, чтобы использовать вот этот факт? Что А1 равно А2. Или можно спросить так. Чему все-таки А2 равно еще у нас? Коряво, конечно, спрашиваю, но я пытаюсь тебе подсказать, как могу. Ну, смотри, вот давай еще такую вещь сделаем. Мы опять формулу нашу вернем. Вот решение любой задачки, вот когда у нас какой-то затык возникает. На самом деле физика больше похожа даже на геометрию, чем на алгебру. Потому что в алгебре у тебя скорее какая-то громоздкость возникает. Ну, неравенство, ты знаешь, как решать. Ну, там неравенство такое, такое большое. Так, чтобы прям вот не знать, что делать в алгебре, это скорее всего... Ну, это реже бывает. А вот в геометрии фактически у нас набор теорем, он такой большой, что вот мы смотрим на задачку и думаем, а что бы нам тут сделать? И мы должны видеть вот этот примерно набор, относящийся к делу. В нашем случае, вот по участку АБ, вот это все, у нас больше нет ничего. Мы, по сути, все три формулы написали, мы больше ничего не можем. А вот мы вернули, вот движение по окружности. Вот что-то здесь, давай посмотри сюда. Что-то ты можешь выбрать из наших формул? Смотри только на формулы, которые в квадратик обведены, в красненький. Что нам подходит, когда мы говорим об ускорении? Да, только это Y, это, знаешь, Y, это потому, что это я написал коряво. Давай-ка я эту букву С напишу. Эта буква С предполагалась. И там тоже такой же. Я с собой абсолютно согласен, что это выглядит как Y. Давай справимся. Это С, буква С. У нас в школе был такой классный момент. В 11 классе, в нашем классе учился кандидат в мастера спорта по водным лыжам. Ну и потом, по-моему, даже мастер выполнил такой здоровый парень. Но там, в принципе, нужно было координацию хорошую иметь, что там водные лыжи. Но все равно здоровый был. И вот однажды его на биологии спрашивают, значит, а вот как называется муха, которая в Африке такая ядовитая, она кусает людей, а потом у них сонная болезнь. И он такой, муха-цокотуха. И мы все, ха-ха-ха-ха, муху ЦЦ назвал мухой-цокотухой. А я, значит, вот центростремительное ускорение Ай назвал, значит, нехорошо. Значит, мы пишем, что у нас, значит, А центростремительное, опять, видишь, я привык это писать, А центростремительное равняется А2, равняется, значит, продиктуй, пожалуйста, как там, через ВЭТА. Замечательно. Вот теперь у нас есть все. Смотрите, что мы пишем. Мы все уравнения собираем в систему. ПР равняется В на Т2. А вот у нас здесь Т2 есть. Дальше А2 равняется В квадрат на Р. И А1, ну, давай я вот из этой формулы сразу сделаю. А1 равняется В на Т1, деленное В на Т1. И вот это наша система. Как будем приравнивать? Нам нужно приравнять, значит, ну, давай приравняем. А2 равно А1. Да, вот у нас еще А2 равно А1. Вот наша система. То есть, получается, подставляем прямо выражение для А2 равно А1. То есть, В квадрат на Р равняется В на Т1. Единственное, у нас проблема, что нету, как нам Т2 сюда засунуть. И у нас остается уравнение, единственное, которое мы не использовали. Вот это, вот так. Наша система теперь вот такая. Что теперь делать? Остался последний шаг. Я хочу притвориться, что я не знаю, как его сделать. Нет, ну, на самом деле, конечно, я периодически. Но у меня при этом неприятное ощущение, когда я не знаю, как что-то решить. Потому что я все время такая мысль сидит. Ты же, гад, должен все решать. Ага. Нет. Бывает, что там что-нибудь олимпиадное, раз, и все. А по геометрии, так это вообще святое дело, что-то не решить. Ну, плохо, но бывает. А здесь я, конечно, знаю, что делать. Ну, надо просто выразить как раз радиус. Смотри, у нас такая ситуация складывается. Нам нужно засобачить во второе уравнение Т2. А у нас вместо Т2 есть радиус. Зато в первое уравнение у нас радиус входит. Так давай его выразим. r равняется v, Т2, деленное на π. И подставим его во второе. И все. v квадрат, деленное на r, значит, получается на v, Т2. Я делю. И умноженное на π. Равняется v, деленное на Т1. И вот все. Теперь все у меня есть. Во-первых, у меня одно v сокращается. Во-вторых, получается v на π, деленное на Т2, равняется v на Т1. И остается только v сократить, потому что v у меня одно и то же. Это известно. Значит, получается π, деленное на Т2, равняется 1, деленное на Т1. Получается, нам нужно Т2 к Т1. Ну вот, получается, это пропорция. Решаем вот это оставшееся вравнение. Точнее, отсюда выделяем то, что нам нужно. Значит, Т2 деленное на Т1 равно π. Это наш ответ. То есть, 3 и 14. И, в принципе, эта задачка уже... Значит, вот что бы тут нужно... Я ее обещал оформлять. Значит, ответ Т2 к Т1 равно π. Ну вот такая задачка, она довольно идеологически сложная, потому что в ней как бы ничего не дано. Что... Я бы единственное, что тут для проверки экспертами написал. Центростремительное ускорение. Значит, вот центростремительное ускорение. Вот здесь слова. Центростремительное ускорение. И все. Центростремительное ускорение. Больше ничего тут не надо писать. Ускорение. Давай посмотрим, что задачка тебе на дом за ускорение. Достается. Чуть-чуть остается. Надо. Ага. Ну тут просто чуть-чуть по-другому. А так все примерно то же самое. Давай. Засчет безветренной погоды. Но вот эту задачку решать не хочется. А, давай мы так сделаем. А, так, во-первых, я забыл про видео и у вас...